В то время как нардепы не могут договориться о законе, который мог бы остановить блокаду, ее участники продолжают останавливать составы. И не только. Им даже удалось остановить работу крупных предприятий и лишить заработка тысячи людей. Какая обстановка сейчас на редутах, знает Олег Решетняк. Олег, здравствуй, расскажи, что происходит на блокпостах в эти минуты. АПЛОДИСМЕНТЫ Прекратить полностью торговые отношения с оккупированными территориями, то есть полная блокада. Железнодорожного, шоссейного сообщения никакой торговли с оккупантами быть не может. Вот надо сказать, что никакие аргументы о том, что стране катастрофически не хватает угля и скоро начнутся отключения электричества, сами радикалы говорят, что их не воспринимают. Я лично расцениваю любые веерные отключения, это будет просто шантаж. Электроэнергии в нашем государстве достаточно. Он поезд с углем ехал, видите, 47 вагонов стоит. Подняли палочку и стоит уже две недели. Хозяина нет, сбежал хозяин, документов нет. Тепловоз с тоннами угля – один из результатов этой блокады. Еще один результат – остановка двух крупных металлургических предприятий на неподконтрольной Украине территории. Речь идет о Янакиевском металлургическом заводе и еще одном предприятии – Краснодонуголь, производящего необходимый для промышленности, собственно, коксующий уголь. Несмотря на боевые действия, предприятия продолжали работать и их сотрудники получали зарплату, но в результате блокады их деятельность все же приостановилась. Заводчан отправили в вынужденный отпуск с хранением половины оклада. Сколько людей фактически осталось без работы, пока не ясно. Скорее всего, речь идет о тысячах человек. Мы продолжаем с нашей съемочной группой следить за ситуацией, и как только появится важная информация, тут же постараемся о ней рассказать. Студия. Олег, спасибо тебе за подробности.